Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. И своё мнение сегодня высказывает экономист Михаил Хазин. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом, с Новым счастьем. Ну, допустим, да. С Днём Святой Татьяны, с чем угодно ещё. Хорошо, что зашли. У вас тут как раз радиослушатели интересуются, когда же наконец рухнет доллар, как вы обещали, и побрушится американская экономика. Когда я обещал, что рухнет доллар? Много раз. Вы не повинете. Нет, не правда. Так, расскажите, что же вы обещали. Я обещал, что рухнет мировая долларовая система. Она у нас на глазах рушится. Каким образом? Ну, как, соответственно, целая куча разных проблем проистекает. Вот. Но если так уж совсем аккуратно, то мы видим сегодня, что Соединённые Штаты Америки остановили эмиссию. В 2014 году. Уже полтора года прошло. А эмиссия – это базовый элемент Бреттон-Вудской финансовой системы, которая до сих пор работает, и которая понятна в 1944 году. В результате создаются некоторые проблемы у финансовых институтов. Потому что они в рамках обычной экономической деятельности не рентабельны, а рыбсково убыточны. И начинаются разные проблемы, которые проявляются в самых неожиданных местах. Но прежде всего начинают падать те рынки, которые при эмиссионной схеме принимали на себя избыточную ликвидность. И поэтому были вы выше в среднем. Значит, это фондовый рынок. Сегодня опять, кстати, китайцы рухнули. Китайцы, да. Вот. Значит, я думаю, что и Нью-Йоркская биржа покатится. Ну, собственно, кто-то там уже из экспертов не наших говорил, что она должна упасть на три четверти. На рынок, как бы, индекс Доу-Джонса. Вот тут я сказать не берусь. Я не специалист по фондовому рынку. Второй рынок, который постепенно падает, но он сильно более консервативный и падает, поэтому медленнее. Это рынок недвижимости. У нас и везде. Потому что мы в этой схеме были по уши. И, наконец, третий – это рынок нефтяной. Нефтяных фьючерсов тоже падает. Он, правда, скорее всего, упал излишне. То есть, он, скорее всего, поднимется где-нибудь к весне. Но, в общем и целом, этот процесс идет. Останавливается инвестиционный процесс в мире. Денег много. Вложить их с прибылью невозможно. Все хуже, 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 хуже. Вот. И, соответственно, единственная альтернатива эмиссионному ресурсу долларовому является эмиссия региональных валют. Евросоюз уже несколько раз пытался это сделать. У них сейчас идет программа. Они, по-моему, полтора триллиона. Но они очень боятся. Про китайцев мы даже говорить не будем. Китайцы у себя надули такой пузырь, что теперь он тоже падает. А они надули пузырь или были какие-то объективные причины? Ну, что значит объективные? Значит, у них проблема. Они взяли себе модель внутреннего развития за счет экспорта. Как и Япония. Япония, как она в 1991 году ее грохнули, так она до сих пор подняться не может. Там очень низкие темпы роста. И проблема непрерывная дефляция. Не инфляция, а дефляция. А что касается Китая, то Китай при Худзинтао начал реализовывать механизмы стимулирования внутреннего рынка за счет эмиссии. Потому что им надо было хотя бы частично экспортные доходы обеспечивать за счет внутреннего рынка. Просто потеряла часть спроса мирового, потому что дорожала рабочая сила. Они понимали, что будет, да. Во-первых, дорожала рабочая сила. Во-вторых, с 2008 года в Соединенных Штатах Америки стал спрос падать. Они там изображают, что он растет. Но если смотреть на все это дело честно, то есть честно учитывать инфляцию, честно учитывать дефляцию доллара. Из чего мы делаем вывод, что они изображают, а на самом деле по-другому? Ну, есть целая куча разных признаков. Во-первых, имеются люди в Соединенных Штатах Америки, которые считают старыми методиками, обсчитывают те же первичные данные, что есть. И у них получается где-то минус 3-4%. Там есть свои тонкости, потому что структура экономики изменилась, поэтому у них могут быть ошибки. Во-вторых, они изменили буквально пару лет тому назад методику. Они стали считать интеллектуальную собственность в ВВП. Тут очень большой простор для махинаций. В-третьих, у них там есть приписная рента, гидронистические индексы и прочие разные штуки. Существует целая куча работ, в которых это все очень подробно описывается. Официально у них сейчас в ВВП где-то 16-17 триллионов. В реальности, скорее всего, где-то в районе 13. Но опять-таки, что такое реальность? Потому что, когда мы эмиссионную прибыль финансовой системы, мы как будем учитывать? А она реально эмиссионная. А эмиссия, как известно, она не создает активы. Она только их перераспределяет. То есть, это очень сложная тема. Давайте попростому. Если вы считаете, что вот как раз мы сейчас наблюдаем некий глобальный пересчет всего, всех ценностей, и, как вы говорите, рухнет долларовая система, кто-то от этого выиграет? Кто и что? Как всегда. Кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Значит, если говорить о проблемах, значит, еще несколько лет назад стало понятно, когда вот эта вот машина эмиссионная стала останавливаться, что есть еще в 1944 году на Бреттон-Рудской конференции были сделаны две стандартные ошибки. Первая из них состояла в том, что в качестве мировой валюты был взят американский доллар. Что создало некоторое объективное противоречие в интересах. Тогда, в 1944 году, экономика США была больше 50% мировой, и это противоречие было не так видно. Сегодня экономика США меньше 20% по разным оценкам. 16-18. И сегодня это уже стало реальной проблемой. То есть, что поддерживать? Мировую финансовую систему или экономику США? Это реальная проблема. А вторая проблема связана с тем, что в рамках Бреттон-Рудской системы сделали три новых международных института. МВФ, Мировой банк и Генеральное соглашение по тарифам о торговле, которое теперь именуется ВТО. А вот регулирование доллара оставили у национального института, у Федеральной резервной системы США. Соответственно, начались проблемы, и в 2011 году мировая финансовая элита попыталась вывести эмиссию мировой валюты из-под суверенитета Соединенных Штатов Америки. Мировая финансовая элита вы кого имеете в виду? Я имею в виду те люди, которые являются бенефициарами вот этой вот эмиссионной долларовой схемы. Значит, эта операция называлась от центробанков. Если вы посмотрите документы G8, G20 и прочие разные первой половины 2011 года, то они все посвящены этой теме. Сначала было принято решение, что центробанков будет на основе МВФ. Потом было принято решение, что мировой валютой станет новая специальная валюта на базе специальных прав заимствований. Была очень сложная драка между тем, как менять доли акционерами в составе МВФ. Китай очень активно рвался и говорит, мы теперь первая экономика мира по ВВП формально, поэтому будьте любезны повышать наш уровень. А в МВФ блокирующий пакет по уставу 25% и только у одной страны. Эти 25% есть у Соединенных Штатов Америки. И была такая драка, драка, драка. И вдруг неожиданно, бах, дело Струскана, и тема закрыта. Наша тема не закрыта. Михаил Хазин сейчас откроет нам все тайны мировой экономики. Мы очень на это рассчитываем. Встречаемся после небольшого перерыва. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях экономист Михаил Хазин, который объяснил нам, что нынешняя финансовая система устарела, требует замены. Да, да. И вот после дела Струскана произошел раскол в мировой элите, достаточно жесткий. Он просто объективный. Кто-то считает, что нужно спасать экономику США и плевать на всех остальных. А кто-то считает... Но она пока так, в общем, не выглядит уж прям совсем изнуренно. Не, она очень плохо выглядит. Но я уже это много раз повторял. Но я еще раз повторю. Да, средняя зарплата в Соединенных Штатах Америки по покупательной способности находится на уровне 1958 года. Да что же. А весь уровень жизни поддерживается за счет роста долга. И уже это не получается. Потому что эмиссии все, как бы, демпферы без инфляционной эмиссии уже исчерпаны. То есть, больше печатать деньги не получится. Вот они остановили, начались проблемы. Есть книжка американская, по-моему, Райха его, фамилия. Я просто к ней в предисловии писал. Она у нас издана такая маленькая черненькая книжка, в которой очень подробно, она вся посвящена одному единственному вопросу. А коф на самом деле жизненный уровень населения Соединенных Штатах Америки сегодня. И, в общем, на самом деле они сегодня домохозяйство тратят сильно больше, чем получают. И механизм, которым эта вся система поддерживается, он исчерпан. В Евросоюзе очень похожая ситуация. Если вы посмотрите на статистические показатели американские, они очень плохие. При этом Министерство труда сильно врет в статистике безработицы. Настолько врет, что ФРС начала считать свой индекс безработицы. Они же отвечают по мандатам второму. У ФРС не один мандат, как у нашего Центробанка устойчивости валюты. У них с 1977 года есть и второй мандат. Они должны минимизировать безработицу. И поскольку они статистике Министерства труда не верят, то они начали считать свой индекс. И очень интересно. Потому что индекс Министерства труда безработицы минимальный за довольно большой период. А у ФРС она максимально за довольно большой период. Интересно. Получается, что кроме Михаила Хазина и еще буквально пары-тройки людей, никто не понимает, как вообще управлять этой системой. Дело в том, что я тут написал книжку. Называется она «Лестница в небо». Она про власть. И там написано, что власть – это соревнование малых организованных групп. Властных группировок. И первое правило борьбы за власть состоит в следующем. Ты должен делать то, что полезно твоей группировке. Поэтому если информация о том, что происходит на самом деле твоей группировке вредит, значит эта информация выходить за пределы не должна. Точка. По этой причине ожидать, что Министерство труда, которое отвечает за соответствующие показатели, будет говорить, что у него все плохо, невозможно. Точно так же, как и у нас. Когда министр экономического развития, который отвечает за экономический рост, нам изо дня в день объясняет, что кризис уже закончился. И мы говорим, вы же вчера говорили, что он закончился, а сегодня хуже, чем вчера. Он говорит, да-да-да, вчера я ошибся, но сегодня в последний раз, зуб даю, точно кончился. И так каждый день. Вот как раз в этот момент хотелось бы узнать, даже если все происходит так, как вы это видите, я вполне допускаю, что почему бы и нет, что происходит в России? Вот, допустим, рухнуло все в Америке плохо-плохо, совсем стало плохо, они уже просто впали в страшную депрессию. А в России в это время что будет происходить? Это хороший вопрос. Дело в том, что мы на протяжении 20 с лишним лет, 25, пытались строиться в их систему. Обращаю ваше внимание, что эта система мировая, в нее сегодня встроены вообще все. То есть, вот совсем-совсем? Вообще, все, даже Северная Корея, Куба и так далее. Они, правда, встроены хитрым способом, но все равно встроены. А мы встроены? Видите, что все эти программы по оружию массового поражения в Северной Корее, кто финансирует? Я уже готова поверить, что лично вы их финансируете. Нет, финансирует, естественно, Южная Корея. Для того, чтобы не попадать в ситуацию с Ираном, против которого объявили санкции, корейцы, которые между собой уже давно договорились, они играют на пару. И сейчас получают максимальный дешевт от того, что они разные. То есть, они как бы защищают нас от ужасной Кореи и за это получают свои деньги. Они защищают мир от ужасной Северной Кореи и за это получают от Соединенных Штатов Америки. А с другой стороны, они развивают свое оружие, поэтому, когда объединение произойдет, ни Япония, ни Китай с ними ничего сделать не смогут. Это очень все грамотно. Они вообще в этом смысле молодцы. Иногда, когда они там устраивают перестрелки, мне просто смешно становится. Здесь настолько сшито белыми нитками, что это специально организовано. Что просто вот тут. Но неважно. Значит, дело не в этом. А дело в том, что эта система работала следующим образом. При ее расширении получался некоторый дополнительный продукт, который делился между всеми. Как делился это решали Соединенные Штаты Америки. Но поскольку все что-то получали, все были довольны. А дальше произошел конфуз. Больше не получается. Мы не вовремя вошли в мировую систему? У нас не было другого. А на тот момент другого варианта не было. Ну, не было. Кроме того, недовольны все. Недовольны Евросоюз. Недовольны Китай. Недовольны Индия. Все недовольны. Сейчас кто-то говорит, что надо именять правила ВТО. А эти гады европейцы из Соединенных Штатов Америки не открывают в своей рынке сельхозпродукции. А американцы хотят продавать в Евросоюз генно-модифицированную продукцию. А европейцы говорят, что нет, Монсанто не будет по нашей территории. Все недовольны. И реально жизненный уровень населения падает во всем мире. Независимо от того, что рисуют статистики. Может быть, еще не падает в Китае. Но китайская статистика, она непроверяема. То есть, они всегда способны предъявить 100, 200, 300 миллионов человек, у которых жизнь за прошлый год улучшилась. Объясните все-таки про Россию. Мы можем, я не скажу мы с вами, а руководство страны может как-то влиять на происходящее, выводить нас в какую-то более тихую гавань, как нам говорили. Нынешние модели, это невозможно. Модель надо менять. Мы начали падать в 2012 году. Первый квартал, когда стал отрицательный рост, то есть, ВВП стал падать, это четвертый квартал 2012 года. С тех пор мы все время падаем. Мы вышли на траекторию депрессивного спада. В декабре 2014 года денежные власти, то есть, Минфин и Центральный банк от большого ума решили простимулировать экономику. В результате мы получили резкий провал 2015 года. Сейчас мы снова вышли на эту депрессивную кривую. Мы получим по итогам 2016 года, если ничего не случится, минус 3, минус 3,5%. В реальности спад 2015 года около 10%. 8-12, опять-таки, ВВП – это бухгалтерский параметр, поэтому трудно оценивать. Ну, говорят, что реальные зарплаты на 9 с лишним процентов уменьшились. Ну, вот я еще раз говорю, что спад ВВП около 10%. Покупательная способность населения с низкими заработными платами упала примерно на 20%. А с высокими – немножко по-другому. Но вы поймите, тут же какая логика. Если, например, вы купили квартиру, а цены на квартиру упали на 10%, то поскольку квартира очень большая, то она вот это падение забивает весь тот рост цен на картошку и хлеб, который вы покупаете в течение года. Поэтому лично для вас имеет место не инфляция, а дефляция. Но много ли у нас по народу покупают квартиры? Да, много ли от этого радости? Да. Ну, вот. Значит, в этой ситуации можно изменить модель. То есть, перейти вот к этой самой модели региональной эмиссионной валюты. Проблема. Вот в чем проблема, мы узнаем в следующей части. Заинтригуем публику, как поменять модель. Узнаем в следующей части программы «Особое мнение». Здесь в студии «Экономист Михаил Хайзен». Никуда не уходите. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Наконец-то Михаил Хайзен нам объяснит, в чем проблема. В чем проблема. Проблема. Проблема, да. Значит, нужно менять модель на систему региональную. И, собственно, в этом направлении движется вот этот самый Евразийский экономический союз. Проблема. Одна взносочка. Менять, вы считаете, мировую систему нужно региональную? Или внутри страны? Нет. Идет некоторая тенденция в мировой системе. Распада на региональные зоны. В Соединенных Штатах Америки есть разные промежуточные варианты, типа Тихоокеанского зоны свободной торговли, Североатлантической зоны свободной торговли. При этом это тоже вызывает свои проблемы. Англичане ставят в Брюсселе ультиматум. Подпишите договор о зоне свободной торговли. Выйдем из Евросоюза. Нахлин. То есть, там страсти кипят. Но раздел мира на вот эти вот валютные зоны, с них гордостью должен отметить, что я про это написал еще в книжке 2003 года. Вот. То весь фокус состоит вот в чем. Если выходить, когда еще существует единая долларовая зона, то может получиться Северная Корея. То есть, это чревато. А если держаться за долларовую зону, когда она уже фактически рассыпается, то тоже будут неприятности. И проблема в том, что надо очень грамотно вот это вот сделать. К сожалению, в нашей стране люди, которые определяют экономическую политику, они целиком держатся за долларовую зону двумя руками. Это их как бы вот... Это понятно. Потому что их ставили в 90-е годы как раз представители мировой финансовой элиты. Они образуют единую группу. И в этом смысле ожидать... Икзоокеанские хозяева диктуют им эту политику? Это не хозяева. Вот есть транснациональная корпорация. Например? Есть транснациональная корпорация. А есть элитная группировка. У которой основной инструмент это долларовая финансовая система. В ней много людей. Ну, понятно. А что это за люди? Это люди. Они знакомы между собой. Они тусят в Лугана. Договариваются, как править миром. Те, которые наверху, да, конечно, знакомы. Туда входят политические... Они в разных местах. Политические лидеры – это управленческая часть. Их приглашают. Их ставят. Еще раз повторяю. Я написал книжку. Там все очень подробно. Но книжку-то вы написали, что вы были хоть на одном таком совещании мировой финансовой элиты? Конечно. И, как бы, более того, я подозреваю, что из наших вообще никто не был. Может быть, был Герасченко пару раз. Но это надо его спросить. Но, опять-таки, нужно понимать, что он-то был на расширенных мероприятиях в личном, по плане, как человек очень уважаемый, а там... А вот, кстати, простите. Простите, пожалуйста. Вот говорят сейчас злые заокеанские или всякие за морем языки, что Путин страшно богатый человек. Может, он тоже входит в эту элиту? Это как бы за пределами. Нет. А деньги тут не имеют значения. Речь идет о власти. Понимаете, деньги имеют смысл только в том случае, если, во-первых, вы их можете защитить, а, во-вторых, вы можете их... Если у вас есть ресурс, их взяли... ...столько, сколько надо. А если у вас нет ни того, ни другого, то то, что у вас сегодня много, а завтра ничего нету, это как бы неактуально. Есть колоссальное количество... То есть, Путин не может являться мировой финансовой элитой? Нет, не может. Абсолютно. Править миром ему не грозит. Я еще раз повторяю, что мировая элита – это некоторая группа лиц, которые формировались на протяжении веков. Да вы что? Они наследственные, что ли? Разумеется, как вы хотите. Там, как бы, рода упременная система. И в ней происходит... Старейшина мировой синархии. Я ждала этого. ...выполнение. Вот. А туда включаются люди новые либо по браку. Есть просто четкие совершенно истории, которые показывают, что данного человека можно... Ну, вот, пример. Да? В 2003 году произошло две очень похожих истории. Первая из них – это арест Ходорковского, который считал, что его Путин арестовать не сможет. А вторая история – это попытка Буша-младшего в Соединенных Штатах Америки арестовать сына. Даже не самого Коффианана, Гензиакона, а только сына Коффианана. Ничего у него не вышло. И когда мне некий человек начал рассказывать... Весь сыр-бор был в том, что Бушу нужна была санкция ООН на агрессию в Раке, а он не давал санкции. Была попытка надавить на Коффианана, Гензиакон, через арест его сына. И когда ко мне пришли, значит, рассказали, что вот сейчас оно и будет, я на это ответил, что я в это не верю. Когда меня спросили, почему, я сказал, что потому, что у сына Коффианана, кроме папы, еще имеется мама, но точнее мачеха. А кто, собственно, мачех, кто жена Коффианана, как ее... А она как раз потомственная мировая элита. Да, она племянница Рауля Валенберга, а семья Валенбергов в элиту мировую входит, безусловно, и полномочий президента Соединенных Штатов Америки недостаточно для ареста члена семьи Валенбергов. Сталин в 1945 году мог арестовать, а Буш в 2003-м не смог. И это вот совершенно четкая разница. У Коффианана и у его сына не то, что миллиардов, может быть, даже десятков миллионов нет. Но вот их арестовать нельзя. А у Хударковского миллиарды, а его арестовать можно. Вот это разница между богатым человеком и членом элиты. Это разные понятия. Абсолютно. Ну, получается, если миром правят такие вот потомственные, как это называется, представители элиты, рыцари вот этого всего, получается, что они уже давно выродились. Почему? Ну, почему? Потому что по наследству не передается какой-то удивительный стратегический ум. А для этого, знаете, в научной среде Великобритании второй половины XIX века научные способности передавались довольно специфическим образом. От отца к мужу дочери. Вот. Кроме того, наиболее выдающиеся представители не элиты в элиту войти могут. Каким образом? И наиболее даже, ну, как бы... Правильно жениться? Нет. Жениться – это, само собой, кофеан он женился. А, соответственно, вообще говоря, правильной деятельностью и как бы на протяжении многих десятилетий доказывая, что ты соответствуешь. Скажите мне другое, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, эти силы, я даже не буду говорить эти люди, эти силы в состоянии не довести мировую экономику до краха? Сегодня нет. Почему? Они оказались в тяжелом положении, потому что они всю, как бы весь научно-экономический, социально-политический дискурс отдали в конце 70-х финансистам. По причине страшного кризиса 70-х годов на Западе. И в результате сегодня весь научный дискурс в этих направлениях, он определяется финансистами, которые в него включили имманентным, то есть неотчуждаемым образом условие, что их финансистов обижать нельзя. А поскольку объективные экономические процессы, они резко уменьшат роль финансовой элиты, возникает некоторое противоречие. И до тех пор, пока на элитном уровне этот конфликт не будет решен достаточно жестко, то есть путем резкого сокращения финансовой элиты, выйти из этого кризиса не получится, к сожалению. – Представляется, что незримые старшины или кто угодно еще, 36 невидимых, они просто не в состоянии нам ничего предложить. Они же люди. И в результате мир будет катиться в катастрофу. – Ну, экономический кризис, собственно, он описан уже достаточно давно, и масштабы его отличия. – Хорошая элита, которая ничем не управлять не может. – Как бы я прошу прощения. – Спасти от кризиса не может, повлиять на мировой кризис не может. – Представьте себе, у нас как бы есть целая куча исторических фактов про разные монархи. Вот есть в очень похожих ситуациях удачный монарх, который лично сумел понять, что надо что-то менять. И неудачный. – Сейчас неудачная элита. Сейчас она не то чтобы неудачная, элите вообще труднее, чем монарху, потому что монарх принимает решения единоличные, а там нужен сложный консенсус. И пока нет. – Хорошо. Самый последний, распоследний вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то подвижки в российской экономической политике, которые говорят о том, что нам может повезти? – Нет, при нынешнем руководстве не получится, потому что, еще не закончилось. До тех пор, пока у нас экономическую политику определяют люди, которые нас привязывают к падающей модели, мы будем падать. И затем ничего нельзя сделать. – А перевязать нас к другой модели кто сможет? – А для этого надо менять людей. – А пока на это не согласен. – Что вы говорите? – А кто может повлиять на вот эту смену власти? – Не знаю. – Мировое правительство? – А ему, на самом деле, наплевать, а какая ему разница? – Тоже верно. – Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. – Но, все-таки, очень большая страна и страшновато когда она… – Есть проблемы, да. – Да, но, понимаете, они как бы считают, что, ну, все равно уже как бы не сегодня и не завтра. Да, разумеется. Распады России допускать нельзя, потому что в этом случае к ядерному оружию «Контигил» доберется. Вот этого делать нельзя категорически. Поэтому на Путина нужно наезжать, но не до конца. Вот. А, соответственно, и пытаться заменить его на кого-то более удобного, но поскольку никого больше нету? Ну, вообще. – Почему? – А кто? – Ну, как так может быть? – Ну, я не знаю. Вы, вон, целую мировую элиту знаете, про которых никто не слыхал. – Почему? – А неужели в стране нет какой-нибудь тоже элиты, из которой… – Все про них слыхали. – Ну, хорошо. Ладно. Скажите, пожалуйста, санкции-то снимут, как вам кажется? – Не знаю. Посмотрим. Это, на самом деле, не принципиально. То есть, все уже поняли, что это была дурость с их стороны. Они тоже поняли, что это была дурость. Но признать это слух невозможно. Поэтому они сейчас будут какие-нибудь фокусы устраивать. Вот. Ну, в городе это политические игры. Они, на самом деле, мало интересны. – Но они на экономику никак не повлияют? – По большому счету, никак. Это мелкая рябь на фоне базовых процессов. – Михаил Хазин – экономист со своим особым мнением. Был сегодня в одноименной программе. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.